В этот курс практически вообще не входит то, что принято называть русской философской традицией. Хотя чисто хронологически эти философы подпадают вроде как под советскую философию. Это русские космисты, например. Некоторые из них жили в Советском Союзе, а некоторые вообще были такими просоветскими философами. Тот же самый Циолковский положил. Вполне себе русский космист, авторитетный в этих кругах философ. Не беру. Русских космистов не беру. Не беру представителей нашей русской философии Бердяев, который тоже, в общем-то, жил и работал в Советском Союзе до 1922 года. Булгаков, Флоренский. Все они остаются у меня за кадром. Это не курс, посвященный классической русской философии. Если вот это... Есть огромное количество площадок и специалистов, которые этим занимаются. Бердяевым, Франком, Семеном Людвиговичем и Флоренским и так далее. Нет, я этим не занимаюсь. Я начинаю с, в общем-то, людей, которые к философии традиционно вроде как не относятся. То есть, в традиционно классических курсах философии о них обычно ни слова, ни говорится. Это представители русского авангарда. То есть, о них могут вспоминать филологи, о том же Платоне, положим, или Хармсе. Теоретики театра Мирхольди. Теоретики, теоретиках и практиках, очевидно. Кино, Эйзенштейн, Зига Вертов. Это все область искусствоведения, на первый взгляд. Но с них, в общем-то, я и начинаю, по сути, этот курс. То есть, первая наша сегодняшняя лекция посвящена авангарду советскому. В первую очередь, конечно, искусство, как направление в искусстве. Но не только как направление в искусстве. Я не искусствовед. Я занимаюсь философией, историей, в первую очередь, философией. И мне эти персонажи интересны именно с моего ракурса, с философского. Меня интересует именно философия русского авангарда. Я пытаюсь в течение этой лекции ее, по возможности, может быть, с вашей помощью где-то реконструировать. Ну что, давайте обратимся к самому курсу, к самой теме. Начнем немножечко, ну, не издалека, не издалека. В первую очередь, обратимся к самой русской революции 1917 года. Вы знаете, что прошлый год у нас был юбилей. Вышло огромное количество разных книг, статей, в которых давались различные оценки этому глобальному для нашей страны, да и, в общем-то, и для мира событию. Самые разные, со самых разных точек зрения оценилась русская революция. Негативные, позитивные, нейтральные. Какие-то исследовательские были кейсы, посвященные русской революции. То есть, тут здесь немножечко запоздал будет взгляд на это все. Но, действительно, прежде чем подходить к самой советской философии, необходимо осмыслить феномен русской революции. И понять, чем она была для России. А прежде чем осмысливать саму русскую революцию, нужно задаться вопросом, а что такое, в принципе, революция как таковая. И какой род сознания, какой род мировосприятия лежит в основе этой тяги к революционным преобразованиям. Те, кто был на предыдущем курсе, посвященном политическим теориям, помнят, наверное, лекцию, которая была отдельно посвящена революционному сознанию. Там мы разворачивали очень активно эту тему. Сейчас я прошу перед ними прощения. Мы немножечко пересечёмся в материале. Кое-где я повторюсь. Революционное сознание, в моём представлении, это в первую очередь метафизическое сознание, которое предполагает наличие некого метафизического эпохального проекта, проекта преобразования человечества и человека с большой буквы. В проекте революции всегда есть это метафизическое начало. Поэтому я, например, не сторонник того, чтобы сводить к революции каким-то чисто экономическим, чисто культурным, чисто политическим аспектам. Сказать, что революция в России была результатом краха царизма или результатом проигрыша в ряде войн, или результатом экономического кризиса. Конечно, все эти аспекты стоит учитывать. Надо понимать, что этой революции не было бы, если бы не было определённого метафизического проекта, вокруг которого она раскручивалась. То есть здесь нужно выявить некие метафизические основы самого революционного движения. Для того, чтобы их выявить, я предлагаю обратиться к классикам. Для меня классики, например, это Камю, Альберт Камю. В своей работе «Бунтующий человек» он рассуждает о сути революционного сознания. Что такое вообще революция, чем она была, например, для европейской интеллектуальной элиты 10-20-х годов, начала 20-го века. Как элита представляла себе революцию? Что она для элиты была? Цитирую. Для Андрея Бретона, Андрея Бретона вы, наверное, знаете, это лидер французских сериалистов, автор концепции автоматического письма, изобретатель, я бы сказал, из автоматического письма. Так вот, для Андрея Бретона революция представляла собой лишь особый вид бунта, тогда как для марксистов и вообще для любой политической мысли истина заключается в противоположном. Бретон не стремился построить райский град в действительности, тем самым завершив историю. Один из основополагающих тезисов сюрреализма утверждает, что спасения нет. Притягательность революции не в том, что она приносит людям счастье, в кавычках «омерзительный земной комфорт». По мнению Бретона, она должна была осветить и очистить трагичность человеческого удела. Мировая революция со всеми ужасными жертвами, которые она требует, должна принести лишь одно благодеяние – воспрепятствовать тому, чтобы искусственно созданная непрочность социальных условий жизни, не скрыла действительную хрупкость удела человеческого. Для Бретона такой прогресс был беспредельным. Иными словами, революция должна быть поставлена на службу внутренней аскези, посредством которой каждый сможет преобразить реальность в чудо, обеспечив таким образом ослепительный реванш человеческого воображения. Вот это я хотел бы акцентировать на этом, внимание ваше. Ослепительный реванш человеческого воображения. То есть это некая авантюра воображения для элиты. Она не сводится к тому, чтобы улучшить условия существования. Именно поэтому упрёк неудавшейся революции, которая погрузила страну в нищету, с точки зрения Бретона он бессмысленен и довольно глуп, потому что она не на это была ориентирована. Аскеза глубочайшая на грани умирания такого аскетического, она как раз предполагалась революцией, согласно Бретону. Андрей Бретон и некоторые другие решились на окончательный разрыв с марксизмом благодаря тому, что обладали кое-чем большим, чем нигилизм. Они хранили верность всему самому чистому, что есть в истоках бунта, нежеланию умереть. Вот это особенно интересный момент, который подчёркивает Камил. То есть революционным сознанием вот этой интеллектуальной элиты руководствует нежелание умереть, но в то же самое время, нежелая умереть глобально, люди готовы идти на смерть. Это абсурдно, в общем-то. Ради того, чтобы добыть вечные жизни, они готовы идти на смерть. То есть утопизм этого проекта, он уже изначально прописан в его глубинных основаниях, в том, как революция относится к жизни и к смерти, вернее так, как человек, являющийся носителем революционного сознания, относится к жизни и к смерти. Он утверждает не жизнь в нашем привычном её понимании, такую спокойную, благостную, стабильную, устроенную, комфортную жизнь. Он утверждает какую-то другую жизнь явно. Какую-то жизнь очень интенсивную, сверхинтенсивную, до невозможности интенсивную жизнь. На грани смерти жизни. Когда ты живёшь так, как будто бы завтра уже умрёшь. Тебе осталось всего лишь осчитанные часы жить. Ты пытаешься из них выжить по максимуму всё. Но в то же самое время это преклонение перед вот этой интенсивной жизнью. Это нежелание умирать. Почему я цитирую здесь Камью и почему я обращаюсь к Бреттону? Потому что, на мой взгляд, они являются во многом выразителями самого подхода авангарда, авангардистского искусства, которое они имели к русской революции. И это многое объясняет в том, как, собственно, эта революция и протекала, какие результаты она имела, и как она оценивалась русским авангардом. Это был какой-то авантюрный, утопический проект. Проект глобального преобразования. И им, как бы сказать, вопросы социальной справедливости, вопросы политического устройства, которые нам кажутся центральными в этом процессе, для них были, в общем-то, вторичными, несущественными. Они искали там чего-то другого, чего-то гораздо большего. Я хочу привести несколько оценок самой уже русской революции со стороны, вот как бы с разных сторон. Я обещал не говорить о Бердяеве, но не могу о нём не упомянуть, тем более, что, ну, как бы он же принимал в этом всём участие. И у него есть замечательная книга «Размышления о русской революции». И я приведу из неё цитату. Это вот отношение к революции со стороны, ну, большинства русских философов. Вот этой вот классической русской традиции философской. Бердяев очень точно здесь её сформулировал. «Нельзя внешне относиться к революции. Видеть в ней лишь эмпирический факт, никак не связанный с моей духовной жизнью, с моей судьбой. При таком внешнем отношении только и может человека душить бессильная злоба. Революция совершилась не только вне меня и надо мной, как факт, несоизмеримый с моим смыслом жизни, то есть абсолютно бессмысленной. Она совершилась так же со мной, как внутреннее событие и моей жизни». Большевизм в России являлся, а явился и победил, потому что я не таков, какой я есть, потому что во мне не было настоящей духовной силы, не было силы веры, двигающей горами. Большевизм есть мой грех, моя вина. Это есть неспосланное мне испытание, страдание, которое мне причинил большевизм, есть искупление моей вины, моего греха, нашей общей вины, нашего общего греха. Все ответственны за всех, только такое переживание революции может быть названо религиозным, духовно просветлённым. Русская революция есть судьба русского народа и моя судьба – расплата, искупление народа и мои. Такое покаянное очень восприятие революции. Негативное, разумеется. Это некая катастрофа, которая случилась со страной, но в которой повинен и он сам. Потому что это не просто внешний какой-то набор событий, это какой-то взрыв метафизический, которому причастны те, кто понимает, о чём идёт речь. То есть революция как наказания. Да, у него это наказание за какие-то грехи. И он причастен этому наказанию. То есть наказывают конкретно его, вот этого вот, Бердяева наказывают, этой революцией. Это глубочайшее чувство сопричастности. Здесь оно со знаком минус, с очевидным. Но это у тех, кто уехал. Или у тех, кто попал под этот молох. Да, но для тех, кто оказался на волне революции, примерно то же самое чувство соучастия, духовного соучастия, уже было со знаком плюс, со знаком позитивным. Это уже было позитивное восприятие. Я не буду сейчас, разумеется, цитировать футуристов русских, которые были в восторге просто от этих революционных преобразований. Мы вообще сегодня будем обходить их стороной. Маяковского, Малевича. Не потому, что я их не люблю. Замечательное совершенно движение. Но просто о них и так так много говорят, что, в общем, мне кажется, лучше обратиться к менее известным, может быть, фигурам и менее разобранным. Я в противовес Бердяеву хочу представить другой взгляд извне. Вот Бердяев, он писал эти строки, когда уже жил в Париже, насколько я знаю. Но в то же самое время из Европы наладилось целое паломничество. Да, европейская интеллигенция в Советский Союз. Как в музей. Или в цирк. Цирк, наверное, точнее будет. То есть, как в какое-то место, где происходит что-то необычное, необычайное совершенно. Среди этих людей были представители интеллектуальной элиты. Это и Бертран Рассел, и Андреа Житт, и Людвиг Бетгенштейн, и Вальтер Бениамин. Все они были в Советском Союзе. Кто подольше, кто поменьше. И каждый из них вынес свою точку зрения о том, что здесь происходит. Вот я процитирую записи дневника Жида, Андреа Жида, его знаменитые дневники, которые он вел во время поездки в Советский Союз. Я сразу оговорюсь, ехал он с большими надеждами. Он надеялся действительно обнаружить настоящий какой-то проект преобразования человечества, настоящее государство рабочих, построенное по этим самым марксистским каким-то заветам, где в свободную страну, в общем, проще говоря, он хотел увидеть, где нет больше эксплуатации, где власть в руках народа и прочее. Он был в восторге просто от самой идеи Советского Союза. Но когда он приехал туда, он столкнулся с советскими реалиями. И с уже, в общем-то, разросшимся бюрократизмом, бюрократическим аппаратом. И с абсолютно безумными в плане бытовыми условиями. Вы знаете, что сразу после революции, конечно, уровень жизни здесь упал просто катастрофически. И с какой-то неорганизованностью, и уже с каким-то лицемерием иногда у власть придержащих. То есть, это уже первая его поездка, она несколько пошатнула его веру в этот проект. И такие восторги явно у него поутихли. Но отношения всё-таки он продолжал воспроизводить то старое. Он пытался оправдать свою старую позицию, свою старую влюблённость в Советский Союз и в эту идею. Вот цитата из его дневников. Три года назад я говорил о своей любви, о своём восхищении Советским Союзом. Там совершался беспрецедентный эксперимент, наполнявший наши сердца надеждой. Оттуда мы ждали великого прогресса. Там зарождался порыв, способный увлечь всё человечество. Чтобы быть свидетелем этого обновления, думал я, стоит жить, стоит отдать жизнь, чтобы ему способствовать. В наших сердцах и умах мы решительно связывали со славным будущим СССР будущее самой культуры. Мы много раз это повторяли, нам хотелось бы иметь возможность повторить это и теперь. СССР строится. Важно об этом постоянно напоминать себе. Поэтому захватывающее, интересное пребывание в этой необъятной стране, мучающиеся родами, отличная, мне кажется, метафора, кажется, само будущее рождается на наших глазах. Отлично подобрал действительно метафору. Роды со всеми сложностями этого процесса. Там есть и хорошее и плохое, точнее, было бы сказать, самое лучшее и самое худшее. Самое лучшее достигалось часто ценой невероятных усилий. Усилиями этими не всегда и не везде достигалось то, чего желали достигнуть. Иногда позволительно думать пока еще. Иногда худшее сочетается с лучшим. Можно даже сказать, что оно является его продолжением. И переход от яркого света к мраку удручающие риски. Нередко путешественник, имея определенное представление и определенное мнение, вспоминая только одно или другое. Очень часто друзья СССР отказываются видеть плохое или, по крайней мере, его признавать. Поэтому нередко правда об СССР говорится с ненавистью, а ложь с любовью. На мой взгляд, тоже очень ценное свидетельство Андреа Жида. Действительно, в то время Советский Союз представляет собой истинную страну контрастов. Там вот это почти религиозное веро светлое будущее сочетается с какой-то подъемом инфернальных сил, оживлением какой-то совершенно инфернальной действительности. Возможно, вам известно, что, например, в 20-е годы обе столицы были захлестнуты валом преступности. То есть, по улицам было опасно ходить просто-напросто. Мало того, что здесь не убирали ничего особенно, потому что коммунальное хозяйство было в разрухе определено, а еще и преступность. То есть, были районы города, куда вообще заходить было ни в коем случае нельзя, потому что либо ограбят, либо и ограбят и убьют сразу. И это сопутствовало необыкновенному энтузиазму в то же самое время. Эти первые строители коммунизма, они же действительно были подобные первым крестьянам. Я не просто так эту аналогию привожу, я ее потом разовью. Действительно, было духовное подвижничество. Они действительно верили в то, что буквально следующее, или, по крайней мере, через поколение уже войдет в царство коммунизма. Там все будет. все будет так, как надо. И осталось только потерпеть немножечко, каких-нибудь, может быть, 10, ну, 20 лет, все. И там уже будет действительно что-то другое совершенно. эта вера, слепая, да, наивная вера, но очень вдохновленная и очень такая чистая вера, она действительно перекликается с верой первых христиан, которые тоже верили, что еще при их жизни наступит, собственно, то, о чем говорил Иисус, да, и настанет Армагеддом. Поэтому, например, они не хоронили своих мертвых. Так, ладно. Еще одно свидетельство. Извините, они разделяют понятие социализма и коммунизма в самом начале еще? Ну, а сколько я знаю, сам Маркс говорил исключительно о социализме. То есть, он говорил о социалистическом государстве. Не было у Маркса такого четкого разделения, которое появилось в советской философии на период подготовительный, социалистический, а потом коммунистический период, как финальное состояние государства. Да, это уже догматика такая советская. Я буду говорить об этом. Такого Маркса просто нет. Нет от этого деления странного. Здесь мы строим социализм, вот мы построили, а потом у нас будет коммунизм. Вообще коммунизм это не финальное состояние общества у него. Это некая глобальная общемировая тенденция, которую он видит практически в любой культуре. То есть, это некий генотип, который он обнаруживает в культуре и который в определенном... То есть, который обозначает определенную тенденцию, в которой любая культура будет развиваться. Постепенное увеличение свободы. Это самое главное. То есть, каждое новое поколение будет все больше и больше обретать свободы. Итак, вернемся к оценке русской революции. Третье свидетельство. Господи. Это... Ой. Что-то у меня тут... Извините. Третье свидетельство. Персонаж не столь известный, но в современном философском сообществе вполне известный. Он как бы... Вальтер Даньямин. теоретик медиа даже. Такой предтечи современных теоретиков медиа. Очень интересной такой философской теоретической позицией. Я сейчас не буду рассказывать о его философии ничего. Если вам будет интересно посмотреть о нем. Я всего лишь беру его в качестве свидетеля. Привлекаю. он тоже был в России в начале тридцатых, если не изменяет память. И по результатам этого посещения он недолго здесь был, буквально несколько дней. Он тоже составил московский дневник, так называемый. Просто путевые заметки. У него, конечно, как бы менее такое метафизическое видение, а более приземленное. Но она тоже очень интересно описывает этот процесс. Итак, выдержка из дневника Бенемина. Административные правила меняются день ото дня. Да и трамвайные остановки блуждают. Магазины превращаются в рестораны, а несколько недель спустя в конторы. Это поразительное экспериментальное состояние, но называется здесь ремонт. Касается не только Москвы, это русская черта. В этой доминирующей страсти заключается столько же наивного стремления к хорошему, как и безграничного любопытства и отчаянной удали. Вряд ли, что еще сильнее определяет Россию сегодня. Страна день и ночь находится в состоянии мобилизации. Отличная, на мой взгляд, характеристика уже с другой, немножко более прагматичной стороны. И здесь он выявляет интересный опять же момент, связанный как раз с нашей основной сегодня темой, советским авангардом. Состояние мобилизации. Вся страна живет в состоянии мобилизации, постоянной трансформации, постоянных изменений. нормальный человек, как бы обыватель, в этом состоянии перманентного изменения жить не способен. Долго, по крайней мере. Он может потерпеть месяц, два, год, но жить так вот десятилетия он не способен. Авангардное же мышление в основе своей имеет как раз идею постоянного перманентного изменения. То есть, авангард, если его выразить на политическом языке, здесь нужно привлекать Троцкого. Авангард мыслит в логике перманентной революции. Если мы засиделись на одном месте, если уже существующая форма начала окостеневать, если у нас она стала преобразовываться в привычку, всё, значит, нужна новая революция, локальная революция, для того, чтобы разрушить сформировавшуюся привычку. Не должно быть привычек. Вернее, так, должна быть одна привычка. Привычка ломать привычки. Это единственная привычка, которой мы можем себе позволить. Это логика авангарда. И неудивительно, что страна погрузилась вот в это странное динамическое состояние постоянного изменения. революция. Потому что действительно авангардный проект это предполагает. В этом, собственно, я и вижу этот глобальный конфликт. Авангарда революционного, благодаря которому она вообще случилась, эта революция, только благодаря вот этим радикалам авангардистам от политики, от искусства, революция вообще стала возможной. Потому что только они были готовы жертвовать своими жизнями ради утверждения некой вечной жизни. Но этот авангард, это всегда движение, это всегда те, кто впереди, оно предполагает некий арьергард и некую основную силу. которая идет за ними. Они не способны двигаться вот в этом ритме. И они не способны постоянно обновлять условия своей жизни. Они просто не способны воплощать в своей жизни какую-то метафизическую идею без конца. Существует в современной социальной философии понятие молчаливого большинства. Его ввел Жан Бодрияр. Молчаливое большинство это инертная масса, которую можно привести в движение и революционные пассионарии приводят ее в движение. И она, когда она заводится, она сметает любые преграды. Даже самые хорошо выстроенные режимы. но потом в своем инертном движении насметает уже самих пассионариев. И она инертна по своему определению. Даже в этом преобразующем своем движении она тоже инертна всегда. Она стремится как раз остановиться всегда. Остановиться в любом процессе. поэтому это расщепление на вот такой одухотворенный авангард и эту реактивную силу он уже заложен был изначально в самой трактовке революции. И благодаря этого мы получаем уже в 20-е годы постепенное как бы расхождение этих двух линий. Революционный авангард остается. Это конкретные фигуры, конкретные школы движения они воспринимают революцию как духовный проект, как подвижничество, как аскезу, как трансформацию глобальную всего человечества человека с большой буквы. Но появляется это реактивное движение, это желание закрепить уже достигнутое, заморозить его в каких-то формальных институциях, выстроить новую иерархию отношений и навести порядок. И делают ставку они, разумеется, на обывателя, которому это бесконечное обновление совершенно не нужно. Потому, что оно связано с разгулом преступности, с совершенно непониманием, с тем, о чем говорит Вальтер Бенемин, с этим перемещением трамвайных остановок. То есть как вот, да, по городу, когда вы не знаете, где едет трамвай на самом деле, несмотря на рельсы. То есть где он остановится, непонятно. И это реактивное движение, как бы оно становится чем-то вроде двойника авангарда только с обратным знаком. То есть это некая структура, которая пользуется языком авангарда, но в действительности она воспроизводит политические практики, социальные практики из старого режима. Если авангард восставал против империи, против империализма, то вот эта реактивная структура, пользуясь языком авангарда, она начинает выстраивать новую империю. Это та же самая империя, но теперь уже говорящая на языке авангарда. Значит, о чем я говорю, когда говорю о новой империи? Я мог бы сконцентрироваться исключительно на политическом измерении, но я не буду этого делать. Для многих, наверное, очевидно, что когда большаки захватили власть, со временем власть была полностью узурпирована, все какие-то оппозиционные группировки были задавлены, те же самые союзники анархисты, которые помогали в общем-то на определенном этапе эту революцию делать, были просто все изгнаны, то же самое произошло с меньшевиками, то есть все политические силы, которые так или иначе расценивались как конкурентные, были задавлены. Но здесь не в этом дело. Дело в том, что раскол произошел на уровне идеологических оснований. Стало формироваться отношение к марксизму и к вот этому марксистскому революционному проекту какому-то монументальному, какой-то монументальной, я могу это сравнить только с монументальным зданием, которое строится. Или с некой Второй Вселенской Церковью. Это сравнение марксизма официального, марксизма-ленинизма с Церковью, оно отнюдь не случайно. Оно имеет достаточно глубокие корни. Самая простая линия развития этого сравнения это через Гегеля. Мы все знаем, наверное, что Маркс это он сам интерпретировал свое учение как поставленный с ног на голову, с головы на ноги Гегель. Он сам считал, что его диалектический и исторический материализм является фактически учением Гегеля, которое очеловечено, условно говоря, и вместо абсолютного духа здесь мы имеем дело с историями, законами истории. Маркс это переосмысленный Гегель. А кто такой Гегель? Изначально он теолог. Изначально образование теологическое. И первые его работы посвящены жизни Иисуса. И сама концепция абсолютного духа выросла из его ранних работ. А собственно роли проведения божественного человеческой истории. Как на уровне отдельного человека работает божественное проведение. Можно конечно сколько угодно его трактовать с точки зрения левых гегельянцев, как философа порвавшего с теологии, с религиозной традиции, о философе говорящем исключительно об истории, о человеке и так далее. Но это все будут исключительно интерпретации левых гегельянцев. Фейербаха, того же самого Маркса и Энгельса. Они так понимают Гегеля. Но изначально Гегель все-таки это религиозный философ. И этого не стоит забывать. По крайней мере, его основа религиозная. И сама идея такого счастливого будущего, о котором говорят марксисты, того справедливого общества, которое они строят, она тоже восходит в общем-то к христианским утопиям и к утопиям возрожденческим, тесно связанным с христианским. То есть действительно с точки зрения истории философии марксистский проект, он коренится в христианском, он из него выходит секуляризируясь, то есть обмерщаясь. Это обмерщенное такое христианство. Поэтому для меня ничуть не удивительно, что современные представители КПРФ вдруг неожиданно подались все в православие. Вроде как с чего бы наследники атеистической партии, настоящие коммунисты вроде бы они все атеистами были, а вы вдруг в церковь стали ходить, что-то такое с РПЦ, какие-то контакты у вас. На самом деле нет ничего удивительного. Сама по себе коммунистическая партия она ну в общем-то сами по себе марксисты они выросли из вот этого секуляризованного христианства. И так как выросли они из христианства они во многом пошли по пути, по которому в свое время прошло христианство. С одной стороны это были некоторые секты, где искали вот этого метафизического перевоплощения или спасения, где готовы были весь комфорт, все какие-то социальные условности преодолеть ради спасения, ради вот этого духовного подвига. Это сектанское было мышление. Довольно скоро церковь сформировалась в качестве монолитного политического института с очень четкой иерархии. Если говорить о западной традиции, которую гораздо лучше знаю, чем, к сожалению, восточную, это абсолютно жесткая иерархия, которую венчает Папа Римский, дальше идут архиепископы, епископы и так далее. Абсолютно жесткая социальная структура. И параллельно существуют различные секты, в которых все еще пытаются хранить и воспроизводить этот изначальный дух подвижничества духовного, аскезы. И эти два направления между собой часто входят в конфликт, потому что сектанты, условные сектанты, те же самые Вальденцы, те же лютеране, изначально их рассматривали как секту. Хорошо, если лютеране выросли в религию в результате, то гуситы, например, были явной сектой. Да, они обвиняют эту основную ветвь, эту ортодоксальную ветвь в предательстве фактически интересов Бога на земле, в предательстве Иисуса. А сама церковь обвиняет их в профанации какой-то или в отходе от буквы закона, который дается в Новом Завете. Та же самая история происходит в расщеплении между ортодоксальным марксизмом и ленинизмом, формирующимся с начала 20-х годов, и этими всеми странными марксистскими движениями, или околомарксистскими, промарксистскими, квазимарксистскими движениями, составляющими суть советского авангарда. То есть это действительно противостояние между ортодоксией, мыслищей себя как некую церковь и вот экспериментальными духовными течениями, условно говоря. Давайте перейдем к непосредственно философии авангарда. Вот я развел в общем и целом линию ортодоксии, линию авангарда. Ортодоксальная философия советская будет развиваться в дальнейшем, я потом покажу это, с середины 2020-х год она будет все больше институционализироваться, появится Институт философии, Академии наук, сначала это будет Институт Красной профессуры, потом это вырастет в Институт философии, появится Деборинская традиция, появятся настоящие государственная официальная советская философия появится, которая будет занята исключительно тем, чтобы правильно трактовать Маркса, Ленина и Сталина. Это будет такая школа толкования священных трудов, священных трудов. И параллельно будет развиваться другая традиция, которая генетически восходит к советскому авангарду. Давайте рассмотрим авангард и основы его философии. Но давайте, прежде чем непосредственно к советскому авангарду обратимся, буквально вот в двух словах поговорим об авангарде в принципе. Что такое авангард вообще? Авангард, ну, как бы, я уже сказал о том, что авангардистское движение, это, это, во-первых, это глубоко металлери... господи, военизированное мировосприятие. Ну, само название авангард, да, это некое движение, это так изначально называли отряды, которые шли впереди армии, да, полностью оно заимствовано в художественном понимании авангарда. Это те, кто находится на переднем краю искусства. и концепция авангарда стала кульминацией модернистского образа мысли. Что я называю модернистским образом мысли? Ну, есть понятие модерна в искусстве, оно ассоциируется с довольно узким, небольшим периодом. Ну, конец 19-го, начало 20-го века. Философии под модерном понимают нечто другое. Философия модерн это просто некая современность. Современное. это философия современности или философия современного. Это философия, в которой утверждается современное как некая самоценность. Когда зародилась такая философия? Ну, вот считается, что зародилась она примерно в 17-м веке, когда, собственно, эта современность начала утверждаться как то, что должно постоянно воспроизводиться. То есть, каждое новое поколение должно следить за тем, чтобы его культурный багаж, его культурное производство не воспроизводило уже известное, не воспроизводило слепо традицию. То есть, возникло требование постоянного обновления, постоянной новизны. С каждого нового поколения очень внимательно следило за тем, чтобы оно не повторяло слепо от предшественников, что оно постоянно обновляло дискурс. И это требование повторения к началу 20-го века достигает своей кульминации. Как раз движение художественного, движение авангарда. Когда авангард говорит, нам вообще не нужно никакой традиции. Традиция это зло. мы даже не должны опираться на традицию, чтобы идти дальше. Традиция должна быть забытым. Более того, не нужно опираться на текущий момент. Мы должны быть устремлены в прошлое. И думать мы должны только о будущем. Только о будущем. То есть, авангардная мысль предполагает устремленные взгляды в будущее. Мы не думаем о настоящем, мы забыли о прошлом, только будущее нас интересует. Это уже не современность, это уже какая-то будущность. Как в этом состоянии жизнь сложно сказать, но был целый ряд движений, целый ряд направлений в искусстве, которые причисляются к авангарду, как более общей тенденции. Это тот же самый дадаизм, например. Вы, наверное, знаете. Тристан Царан, его группа, экспериментировавшая с... Даже, кстати, где-то его... Давайте я картинки покажу. Наверное, слушать уже надоело немножечко. Покажу наших авангардистов замечательных. Тристан Цара, его группа. Видно, да? Собственно, это представители итальянского дадаизма, само по себе течение достаточно интересное. Я не буду вдаваться в подробности о нем рассказывать. Это очень интересный эксперимент из поэзии, с визуальным представлением поэзии и сонорным представлением поэзии. И это вот эта самая машинная такая военно-милитаристская логика. То есть это попытка сделать искусство средством преобразования политического пространства и средством преобразования самого сознания человеческого. кого еще можно привести? Ну вот наши футуристы. В принципе тоже они имеют отношение к авангарду непосредственное. Вот наши красавцы Маяковского наверное все узнали. это фотография сделана то ли после то ли до их знаменитой прогулки значит по Немскому проспекту. Товарищи раскрасили лица и вот фланировали по Немскому проспекту ипотируя публику. И подобный эпатаж был в общем-то свойственен очень футуристической традиции. это одна из акций была футуристов знаменитых. Дадаисты тоже отличались склонностью к эпатажу. Они тоже очень много эпатировали публику. Вообще эпатаж это вполне себе инструмент авангарда. Так ну хорошо значит теперь давайте я все-таки отключу мне нужно текст смотреть. Значит какова основа авангардистского посыла? Что предлагает в общем-то авангард в искусстве? То есть как он видит в чем он видит свою основную задачу? Если говорить о русском авангарде в первую очередь это трансформация самого человека и у большинства русских авангардистов речь шла о машинизации человека превращении человека в машину. то есть практически каждый из художников писателей о которых мы сегодня будем говорить он предлагает свою собственную программу по изменению фактически изменению человека на уровне его тела и на уровне его сознания. в первую очередь конечно работа идет с сознанием. Это машинизация самого человеческого сознания самого человеческого восприятия. Но это и машинизация тела. Почему машинизация? Для авангарда машина представляется фактически аналогом Бога. Бог воплощен для авангарда в машине. Машина имеет безграничные возможности для наращивания своей сложности и изменения своей структуры. И в перспективе она бессмертна. Любая машина если ей менять вовремя детали может жить сколько угодно. По мере износа деталей вы меняете их и таким образом получаете бесконечную машину. Если например вообще наш машинный филум как выразился один из современных медиа философов то есть наш машинный континуум представлять как одну единую машину только очень сложную. Не как отдельный механизм а как глобальную машину состоящую из маленьких механизмов. то по мере движения истории эта машина постоянно видоизменяется перестраивается достраивается и в этом смысле она бессмертна. Машине вообще не свойственно это понятие смерть. Она не умеет умирать в отличие от человека. Человек может ощутить свою конечность осознать свою смертность страдать по этому поводу бояться этого и прочее. А машина нет. Она не ощущает своей смертности и она по определению бессмертна. Она может выйти из строя, она может сломаться, она может уйти в утиль, но умереть она не может. Зато возможность трансформации у нее фактически безгранична. То есть те старые механизмы, которые уже изживают изживают себя и уходят в утиль, они могут стать экспонатами музея, а в дальнейшем послужить, например, материалом для новых открытий или новых каких-то изобретений и таким образом получить новую жизнь. машина это в искусстве авангард это некий бог, которому поклоняется человек и по образу которого человек себя строит, выстраивает. Так же, как машина, он пытается оседлать, контролировать потоки энергии. То есть он пытается быть проводником энергии, как это делает машина. так же, как машина, он пытается автоматизировать все свои функции, все свои естественные проявления. Так же, как машина, он пытается нивелировать фактически в себе вот эти биологические случайные моменты и свести все чисто просчитываем ко всему, что можно просчитать, к чистой математике. машинизация человека так же предполагает, это уже не очень очевидный момент, пересмотр отношений между полами, пересмотр гендерных отношений. у машины пола нет. Машина это бесполое существо. Проект авангарда также предполагает реформу гендерных отношений. в идеале полное исключение полов. Здесь даже есть небольшая перекличка уже с русской философской традицией, с например концепцией божественного андрогена, который выдвинул Владимир Соловьев, в дальнейшем она была развита у Бердеева, того же самого, у Булгакова, Сергея. это бесполое существо, которое объединило в себе мужское и женское начало, и благодаря этому объединению, замыканию на себе и того и другого, оно обрело целостность. Метафизическую, интеллектуальную, духовную целостность. Ей ничего не нужно. Мужчина-художник ищет вдохновение в своих музах, женщинах. Женщина-поэтесса тоже, она у нее какие-то демоны все время. То есть, она не целостна в этом отношении. Совершенный, авангардистский художник, он должен быть самодостаточен. Он должен в себе вот эти начала как бы преломить и снять вот это противоречие между женским и мужским началом. Немецкий психолог Вильгер Мрайх, очень экстраваганный психолог, в своей работе «Сексуальная революция» приводит отрывок из переписки Троцкого и Ленина 1911 года, как раз посвященной теме сексуальности. И вот, что пишет Троцкий по этому поводу. «Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом с рабочими». Ленин отвечает ему «И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Нам есть чему научиться у суфражисток. Даже запрет на однополую любовь должен быть снят». Пишет Владимир Ильич в 2011 году. Это программа. Это программа партии. Но тогда они еще были в авангарде. Тогда в них еще не заговорила реакция. Потому что революция еще не случилась. Еще нечего было укреплять. А это авангардное мышление. И вы знаете, в 20-е годы в Советском Союзе было огромное количество разных экспериментов гендерного характера. Это были то, что сейчас называют шведской семьей. Хотя на самом деле у шведов семьи абсолютно традиционные. То есть несколько мужей и одна жена и какие-то совместные странные браки. И свободная любовь практиковалась очень широко. особенно в среде творческой интеллигенции. И это поддерживалось на определенном этапе вполне себе на официальном уровне. Потому что действительно это было частью программы по утилизации вот этой буржуазной семьи и созданию совершенно нового общества, в котором половая принадлежность не играет никакой роли. которые действительно все являются гражданами одного большого чудесного замечательного странного государства. Единого проекта. И их половая принадлежность вообще действительно наша страна в этом отношении была в авангарде. В общем-то в авангарде даже всей Европы всего цивилизованного мира. потому что те права, которые получили в 20-х годах здесь женщины, в Европе они получили к 40-м 50-м. То есть какое-то время это было так. Но я уже сказал, что рано или поздно должна была наступить реакция все-таки. Ну хорошо, о реакции мы не будем говорить, мы будем говорить все-таки об авангарде. Что еще привнес собой авангард? Это реформа жизненного пространства, самой самого способа организации вот этого быта. Вы знаете, наверное, что изначально среди большевиков была очень популярна идея общежития как вот этого естественной формы организации советского человека. Советский человек просто не должен оставаться наедине один с собой слишком долго. И уж тем более он не должен уединяться со своей семьей в какой-то отдельной квартире. Это буржуазно. Он должен жить всегда на виду, всегда вместе со своими товарищами. Дети с ранних лет отдаются в детский садик. Там они проводят большую часть времени, желательно даже и ночуют там. Их там готовят по советскому образцу. Их родители тоже постоянно на производстве, а дома они тоже на виду у соседей постоянно вообще не находятся. То, что сейчас нам кажется кошмаром и абсолютной недоработанностью и свидетельством разрухи, недостатка жилплощади и прочего-прочего, тогда авангардистами рассматривалось как огромное достижение. Наконец-то мы ушли от буржуазного быта, наконец-то мы это преодолели, наконец-то мы вместе все, дружной семьей одной живем и куда-то идем вместе что-то делаем. Замечательно. В это же самое время развивается в рамках конструктивизма целое направление в производстве изначально в дизайне и в производстве например мебели. Сейчас об этих проектах вспоминают специалисты, но тогда это был такой тренд. Производили мебель, которая могла трансформироваться, она могла превратиться из стола в стул или табурет в мебель. А второе, она не должна быть долгоиграющей, она должна быть более-менее не одноразовой, но такой вот, чтобы ни в коем случае она не становилась частью привычки. Это была бы не проблема поменять всю обстановку за один день, выбросить все на помойку и снова обставить. Чтобы не было привыкания к каким-то бытовым вещам, чтобы реальность вокруг тебя была настолько пластична, чтобы ты не видел в ней продолжение себя, условно говоря. Вернее так, если видел продолжение себя, то это ты тоже был очень пластичным. С чем обычно ассоциируется у представителей авангарда, это вот эти вот старая дореволюционная обстановка, вот эти монументальные столы, шкафы, серванты, кресла и прочее, прочее. С культом собственности. Это веками накапливалось, да, и передавалось из поколения в поколение, реставрировалось очень бережно, хранилось, какие-то реликвии, которые семейные переходили из рук в руки. С точки зрения авангардного мышления, все это фантастически ограничивает человека. Это укореняет его в отмерших уже ороговевших таких конструкциях культуры. Он становится частью умершего мира, он сам становится отчасти мертвецом. Нужно постоянные изменения, нужно постоянная трансформация этой действительности. Не должно быть вещей, которые передаются из поколения в поколение. Такого вообще не может быть. Ощениями должны меняться желательно каждый год-два все эти вещи. Сменили новые. И они должны быть очень практичны. эстетическая сторона должна вырастать из их практической ценности. То есть какие-то рюшечки, какие-то красивости недопустимы, потому что опять же это знак собственности. Вещь важна только своей функциональностью. В первую очередь своей функциональностью и больше ничем. И последнее, и на мой взгляд очень важный момент в авангардистской программе, это уже более метафизическая его часть, это концепция преобразования самого времени. Я даже не скажу восприятия времени, хотя, конечно, это предполагается. Но я отталкиваюсь от такого предположения, что время это вообще исключительно человеческий конструкт, что времени вне человека по сути не существует. Мы часто можем услышать какие-то рассуждения о времени Вселенной, о истории Вселенной, о истории природы, о истории «Конечно, это корректно все, и в рамках конкретных наук это не то, что даже возможно и допустимо, так и должно быть. Но при этом нужно всегда понимать, что то, как человек оценивает происходящее, больше не оценивает никто. Никто, кроме человека, из живых существ не может сопоставлять прошлое, будущее и настоящее. У него просто нет этих понятий. Никто из живых существ, кроме человека, не способен мыслить собственную смерть и собственную конечность, обдумывать свое рождение. Никто не способен манипулировать этими отрезками времени. То есть, в принципе, никто не способен так работать со временем, как это делает человек, и представлять себя во времени. Соответственно, время как таковое, вот в том виде, в котором мы его с ним работаем в языке, это исключительно человеческое изобретение. Разумеется, и другие живут в каком-то, то, что мы называем временным потоком, временем. Но это наше представление о том, как это происходит. И в разных культурных традициях, в разные исторические эпохи это представление менялось. Так вот, авангард – это особая культура восприятия времени. Наверное, это самое главное и ключевое в нем. Противовес буржуазной культуре длительности, где время ассоциируется с неким движением, с некой нитью, авангард мыслит время как мгновенную вспышку. Это точечный момент. Он сосредоточен на этой глобальной вспышке. Я хочу привести такой образ, на мой взгляд, очень точно характеризующий то, что происходило в 20-е годы. Это образ обугленного дерева. Если вы когда-нибудь видели, дерево, в которое попала молния во время грозы. Это обугленный ствол, достаточно страшное зрелище. Ну, как страшное, человек, с точки зрения, страшное. Человек себя проецирует на эту ситуацию, ему представляют себя стоящим под этим деревом. А с точки зрения природы, это абсолютно нейтральная ситуация. Понятно. Так вот, когда мы видим этот ствол обугленный, мы можем представить себе тот момент, когда в этот ствол попала молния. Это момент необычайного сосредоточения силы, энергии, электрической. И разогрев этого ствола до каких-то фантастических температур, в результате которых оно просто вспыхивает, как спичка, и мгновенно сгорает. Так вот, авангард – это вот эта самая молния, попавшая в дерево культуры. Сейчас мы даже не способны в полной мере оценить энергетическую заряженность этого момента. то, насколько это дерево было воспламенено. Потому что мы наблюдаем сейчас только обугленный ствол. Только примерно оценивая, как дерево реагирует на температуры, мы можем понять, насколько была мощна эта вспышка. Мы даже можем видеть осколки. То есть, эти обугленные части дерева – это различные конструктивистские здания рассеянные по Москве. Есть даже целые небольшие кварталы в Останкино этих конструктивистских проектов общинных домов, где предполагалось, что должны жить абсолютно советские люди в таком общинном... Это не были традиционные коммуналки, это были именно общинные дома. Там было всё. Там была собственная столовая, собственный детский сад, всё в одном доме, и очень хорошо связанная система коммуникаций действительно там коммунное хозяйство было. То есть мы сейчас видим только эти осколки, не вполне понимаем, каков был уровень потрясения для самих авангардистов, которые находились в эпицентре этого движения, и для тех, на кого они оказали влияние непосредственное. то есть мышление авангарда предполагает желание сосредоточить в одном моменте максимальную интенсивность жизни. Вот что фактически такое авангард. Собрать всю интенсивность, которая в биржуазной культуре растягивалась на всю жизнь человека, собственно, собрать в одном мгновении. Ты должен жить так, чтобы каждое мгновение твоей жизни было знаком всей жизни целиком, чтобы в каждом мгновении умещалась вся жизнь целиком, на максимальной интенсивности, невыносимой интенсивности, граничащей, опять же, со смертью. И опять мы приходим к этому парадоксу. То есть человек, который так любит жить, что наполняет себя жизнью до пределов, он всё время ходит на грани смерти. Как этого можно достигать? Только сменяя своё бренное человеческое тело машинным телом, телом машины, которое способно проводить такие дикие энергопотоки. только если ты станешь проводником настоящим, ты сможешь выносить такой ритм. К этому и стремятся авангардисты и авангардные искусства. Чтобы не быть голословым, теперь мы переходим к более-менее наглядной части и рассматриваем четыре случая, в которых действуют эти самые авангардистские машины и авангардистское восприятие. Первый случай это случай Мейерхольда и его концепция биомеханики. Давайте я вам покажу фрагмент из его. Итак, все Мейерхольд. во-первых, конечно же, сам. Красавец. И затем то, что он делает с актерами. Сейчас это фильм, посвященный в принципе советскому. Сейчас я отыщу отрывок, который связан именно с Мейерхольдом. Вот он. Сейчас закончится у нас реализор. Извините за плохое очень качество. Качество совершенно отвратительное, но это старые ленты, на которых на единственных сохранились сценки из Мейерхольда. заметьте. Слово лаборатория это тоже очень важно. Технический подход сначально к искусству. Само слово лаборатория в театральный обиход вводит именно Мейерхольд в советском театре. То есть он рассматривает театр как лабораторию. лабораторию по производству чего-то. По производству тел фактически. По производству новой пластики. Эти сценки стали классическими. Сейчас в театральных вузах их воспроизводят актеры в рамках подготовки собственно вот театральных в рамках значит подготовки да это сейчас прошу прощения очень увлекательная штука смотрите насколько роботизировано его движение то есть насколько он пытается соответствовать некой концепции человека машины сочетания плавных линий и вот плавных движений и каких-то рывков то есть по своей заряженности по своей пластичности тело должно напоминать машину а машина в свою очередь стремится к в конце концов к человеческому телу естественными несвойственными человеком задача не в этом задача действительно преобразовать человека в некотором смысле в машину через простые какие-то физические функции в данном случае это функция лука прошу прощения опять же качество совершенно жуткое вот я думаю с этим все вот из таких человека машин Мирхольд составляет свои механические спектакли авангардистские то есть зачастую он использует и классику того же самого знаменитого ревизора разыгрывая классическое действие на машинном языке то есть для него актеры воплощают в себе вот этот самый как бы воплощают в себе вот эти самые машины авангарда фактически без пола здесь пол не имеет никакой роли это не романтические истории здесь нет взаимодействия мужчины и женщины здесь есть взаимодействие машин которые только условно обладают каким-то там полом и с очень такой выраженной энергетикой то есть Мерхольда интересует в театре исключительно вот этот чистый обмен энергией который переходит от актера к актеру и от актера к зрителю то есть машинный театр он заряжает зрителей энергией и готовит их ну вот к производству уже в их собственно жизни у Мерхольда был проект и даже он был реализован театральной постановки на фабрике когда вернее на заводе даже когда завод использовался в качестве театральной площадки и предполагалось что зрителями этой театральной постановки будут рабочие которые будут совмещать просмотр театральной постановки с производством то есть для Мерхольда театр это не развлечение это не то куда вы приходите вечером после рабочего дня уставший желая там не знаю как-то отдохнуть чуть-чуть нет это производствен это часть производственного процесса это резерв энергии который позволяет рабочим снова зарядиться и дальше работать и этот процесс должен происходить непрерывно то есть как бы рабочие и та машинерия с которой они работают она обеспечивает образы для этого театра а театр в свою очередь возвращает эти образы в качестве непосредственных источников энергии для этих рабочих они находятся в такой замкнутой постоянной в замкнутом постоянном движении это авангардистская концепция но которая отсылает нас сразу к другому творению тех же самых годов не узнаете это кадр из метрополиса принца Ланга это город машин знаменитый и кадр производства где я не знаю здесь видно все да там все видно где стоят рабочие каждый из которых работает со своим фрагментом вот этой глобальной машины и Ланг показывает что каждый рабочий фактически является придатком этой машины он не просто ее обслуживает он является для нее как бы источником энергии его тело снабжает энергией машину реализуя какое-то конкретное действие какой-то конкретный процесс в фильме Ланга в метрополисе этот прием позволяет выявить бесчеловечность машины и машинного производства то есть Ланг показывает что машина питается людьми она их высасывает до основания для того чтобы жизнь машины зависит от жизни людей они являются для нее всего лишь расходным материалом здесь Ланг оказывается критиком этого авангардистского подхода к искусству и вообще к жизни а для Мейерхольда все наоборот то есть машина это цель человечества действительности но она же и средство освобождения для человечества она не порабощает человека а освобождает его позволяет ему избавиться от его бренной оболочки и ее преодолеть человек который стал машиной он в общем-то больше не имеет человеческих проблем его не беспокоит смерть его не беспокоит похоть голод и прочее все это преодолено ну конечно от буддизма это очень сильно отличается буддизм не столь активист то есть там нет такого активизма и такого желания преобразования мира в буддизме все-таки изначально постулируется иллюзорность мира ну может быть может какие-то элементы его не привязали здесь получается к машине а его фактически сделали машиной то есть нет задачи превратить человека в придатка машины его надо переделать по образцу и подобию машины он должен стать машиной и тогда он освободится вот так вот так еще маленький момент так вот театр цирк еще одна идея Мерхольда это театр цирк когда театральное пространство выстраивается на манеру циркового и в театральной постановке очень много цирковых элементов такие цирковые полу-театральные полу-цирковые представления зачастую устраивались ну на каких-то общественных пространствах могли на площади например такие вот воздвигнуться декорации и таким образом Мерхольд опять же стирал грань между вот таким вот интимным театральным действием которое может проводиться в буржуазном театре которое связано с определенной территорией с определенной культурной практикой и новым театром который и развлекает публику у него есть и такая в общем-то функция но она не основная он вовлекает публику в действии он ее стимулирует к действию определенному он заставляет его публику посмотреть условно говоря на себя со стороны в какой-то гротескной в какой-то абсурдистской форме но это к машинам авангарда уже конечно имеет мало отношения давайте теперь перейдем к Эйзенштейну к нашему без ну без обиняков гению настоящему кинематографу Эйзенштейн тоже был по крайней мере в 20-е годы был представителем этого глобального авангардного проекта в язычестве был зрителем увлечен тоже в действии в язычестве тоже зрителем увлечен в действии он не сидит отдельно актер не отделен вы знаете ну у меня была параллель я ее сейчас просто опустил театр Мирхольда с театром жестокости Антонена Арто а у Антонена Арто есть отсылки к языческим драмам и очень активные и он считает что современный буржуазный театр ну там начало 20-го века он очень как бы исказил извратил первоначальную идею театра как некого ритуального действия то есть изначально для Арто в театре важно вот это то что театр это посредник между Богом и человеком условно говоря и актер это некий проводник вот этой божественной энергии и именно этого Арто ищет в своих уже актерах и в своей концепции театра обеспечить пространство в котором могло бы вот это быть осуществляться проводничество ну то есть это 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 посредничество между чем-то божественным и зрителем это похоже чем-то на Мерхольда но у Мерхольда нет этого божественного измерения если там есть какое-то божество то это машина никаких там языческих богов он к ним разумеется не отсылает хотя кстати с языческой тоже драмы он там экспериментировал тоже но это все-таки было не в том ключе хорошо Термерхольд ой извините Эйзенштейн что-то я его фотографию почему-то его не привел ну его наверное видели много раз поэтому это небольшое упущение чем интересен Эйзенштейн Эйзенштейн это гений монтажа это человек который ну фактически стал изобретателем немого кино как кино монтажного как то есть изобретателем монтажа как средство особого воздействия на зрителя его искусство монтажа во многом перекликается с другой практикой в рамках авангарда с коллажем с искусством коллажа или бриколажа недавно вышла такая книга Валерий Александрович по дороге российского философа которая посвящена творчеству Сергея Эйзенштейна называется Сергей Эйзенштейн сейчас я воспроизводу точно название второй экран и кинематограф насилия я вот привел пару цитат из этой книги на мой взгляд очень точных и объясняющих собственно что привносит Эйзенштейн в кино и как из его искусства приколажа вырастает собственно его гениальный действительно кинематограф итак цитата прежде всего фигурка вырезается то есть освобождается от того фона в котором определенным образом означено вырезание как проводка контуром в позднем эйзенштейновском рисунке фетишизирует фигурку и там может оказаться всем чем угодно талисманом добычей эмблемой или загадочным иероглифом освободившись от притесненной со стороны прежнего фона она теперь может легко вписываться в любые другие пространства и плоскости не теряя своих фетишистских свойств и быть может та легкость с которой она отъединяется от своего фона и ближайшего к ней интерьера больше всего и поражало воображение юного художника это он размышляет о его экспериментах в детстве с бриколажем к тому же вырезанная фигурка это существо более живое нежели кукла или механическая игрушка существо принципиально экстерриториальное вне места и времени нет нужды в новом фоне или других фигурках необычайный простор для вольных конфигураций операция вырезания проходит по контуру фигурки что создает эффект ее вторичного рождения фигурка вырезается потому что схвачен ее контурный жест а именно им она может вспороть одно пространство и проскользнуть в другое чего проще фигурка переносится в другой чуждый ей фон получает значение лишь в результате отказа от суммы тех свойств которые сливали ее с прежним фоном контурный жест несет на себе следы этого переноса и им каждая фигурка соединяется с новым фоновым окружением и именно над ним она должна утвердить абсолютное господство сложный довольно для восприятия текст но на мой взгляд он хорошо показывает что делает Энзенштейн в своем кинематографе он вырезает по контуру фигурки действительно он лишает их контекста и перемешивая вводя на другой фон он трансформирует этот самый контекст он изобретает новые контексты еще одно очень важное новшество так скажем Эйзенштейна то что тот же самый по дороге называет кинематографом насилия это конечно отсылка к театру жестокости Антонена Арто с точки зрения по дороге собственно Эйзенштейн экспериментирует активно с этим жанром с кинематографом насилия в этой книге есть замечательные характеристики разных типов насилия которые в том числе используют Эйзенштейн в своей работе я сконцентрируюсь на третьей форме насилия который выделяет по дороге там он выделяет три или четыре формы в общей сложности сейчас я санцентрируюсь на одной из них итак третья форма насилия в кинематографе это насилие интимности поскольку реальность все время ускользает необходимо изыскать средство благодаря которому ее ускользание будет остановлено и воля режиссера проявлена таким орудием оказывается насилие которое создается авторской камерой ее специфика заключается способности нарушать любые территориальные границы из повседневного наблюдателя мы знаем что современный мир полон насилия боли и страданий но мы-то по эту сторону экрана а оно зло по другую авторская камера берет на себя смелость соединить несоединимое вызвать шок потрясение через насилие привести к нас к истине вот это очень интересный ход привести к истине через насилие действительно кематограф из Эйнштейна переполнен перенасыщен насилием особенно ранней его работы вот в качестве примера я хотел бы привести стачку необычайный по динамичности фильм в котором можно и огромное количество новаторских приемов увидеть прошу обратить внимание на вот это на то как Эйнштейн в нем работает именно с насилием как в кадре он сейчас всю естественную тачку мы не будем смотреть я хочу одну сцену показать это сцена разгона казаками собственно восставших рабочих на мой взгляд сцена совершенно гениальная как она сделана и как собственно вот чуть-чуть подальше вот собственно казаки начинают разгонять рабочих на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, как Эйзенштейн работает с человеческим материалом. То есть для него это действительно некая живая масса, которую он постоянно перемещает в кадре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Совершенно гениальная, на мой взгляд, работа с геометрией. То есть как вот режиссер фрагментами делит это пространство кинематографическое. Сейчас чуть позже будет видно еще более на уровне техники гениальность Эйзенштейна в качестве постановщика. Гениальность Эйзенштейна в качестве постановщика. Ну вот, хочу обратите внимание, когда казаки, собственно, врываются в рабочий квартал. И здесь начинается абсолютная вакханалия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, посмотрите, какой он создает механикус распространения насилия визуально представимым. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эти пространства расчерчены этими лестницами, оно делит все на сегменты. И в каждом сегменте происходит свое действие, своя драма разворачивается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь же играющие дети, да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот эти силуэты, на мой взгляд, это просто гениально. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это фантастика просто. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я больше не буду вас мусить на ночь, глядя вот такими страстями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, смотрите, какая концентрация насилия в кадре. Насколько мы заряжены вот этой энергией насилия. Причём политическая как бы подоплёка этого всего, да, восстание рабочих, подавление этого восстания. Это, в общем-то, не центральное для Эйзенштейна. Это лишь повод экспериментировать в кадре над различными представлениями насилия. Над различными способами воздействия на зрителя. В данном случае через демонстрацию непосредственного насилия. И модулирование насилия – это непростое насилие, как, не знаю, сейчас в современных американских блокбастерах. Это очень топорная работа. Это не явно показываемо насилие. Вернее, так, это есть и явный план насилия, а есть и символический план насилия, который оказывается гораздо более невыносимым. Это сложное композиционное выстраивание насилия. Действительно, эксперименты Эйзенштейна в кино являются, на мой взгляд, одним из кульминаций авангардного движения. Но это в художественном кино, это в игровом кино. Ещё один случай. Зига Вертов – знаменитый документалист, теоретик документального кино, автор концепции киноглаза. Во-первых, давайте сам манифест Вертова прочтём. Что такое киноглаз? Что он называет киноглазом? Он пишет. «Я киноглаз. Я создаю человека более совершенного, чем созданный Адам. И создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам. Я киноглаз. У одного беру руки самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги самые стройные и самые быстрые, у третьего голову самую красивую и самую выразительную. И монтажом создаю нового совершенного человека. Я киноглаз. Я глаз механический. Я машина. Я показывающее вам мир таким, каким только я его могу увидеть. Я освобождаю себя сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении. Я приближаюсь и удаляюсь от предметов. Я подлезаю под них, влезаю на них. Я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади. Врезаюсь на полном ходу в толпу. Я бегу перед бегущими солдатами. Я прокидываюсь на спину. Я поднимаюсь вместе с аэропланами. Я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами. Это образ постоянного движения, постоянной динамической смены каких-то обстоятельств, в центре которого находится глаз. Образ чистого видения. Это не человек, который находится в ситуациях. Это чистый глаз. Механический глаз, который определенным образом всё представляет. Причём, заметьте, речь не идёт о реальности как таковой. То есть, Вертов не говорит о том, что существует какая-то реальность, которую я фиксирую. Киноглаз изобретает реальность. Она рождается в киноглазе. И в этом основная его заслуга. Вертова и её концепция киноглаза. Киноглаз изобретает, конструирует реальность. Только благодаря нему эта реальность, в общем, и может состояться. Он является как бы инженером реальности в некотором смысле. Теперь его непосредственно работа. На мой взгляд, фантастические работы. Необыкновенные просто. Здесь ещё озвучка великолепная. Это Майкл Найман. Сначала, собственно, введение. Вот фильм. Майкл Найман. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как он ищет чистую человеческую энергию Или природную энергию, которая сопоставляется с человеческой Здесь есть замечательная сцена Естественно, весь фильм мы смотреть не будем Я хочу вам показать еще другой отрывок Сейчас Где происходит... ой... это что-то не то, сейчас, извините О, не-не-не, извините, не там Вот, вот, вот... вот я хотел эту гонку показать с лошадьми Это как бы рефлексия кинооператора над самим собой Гениальная совершенно То есть это введение как бы третьего наблюдателя Кинооператор как наблюдатель мира и как конструктор мира Здесь еще и рефлексируется с точки зрения второго наблюдателя, второго кинооператора Который как бы наблюдает за производством самого кино То есть, в общем-то, это очень высокий вот уровень рефлексии сам по себя Сейчас я покажу, где это Ой, нет, слушайте, это... извините Ну да, вот это съемки, показывающие, как работал, собственно, Вертов Как он улавливал все эти моменты Иногда съемки, значит, опасны для жизни Вот Это съемка коляски и параллельно съемка машины То есть два оператора снимают разные ситуации Динамики Не просто так параллельно, вы сами понимаете, да? Смотрите, как он вводит обычные буржуазные, в общем-то, такое события Пространство авангарда Просто через отстранение Через введение, то есть через придание его статуса документального некого кино Такая самоирония забавная Уж не говоря о том, как он снимает, да? Без страховочных поясов, без всего Едущая машина, то есть свалиться и разбиться Только так Видите? Опять же, вот Вертов, конечно, гениален Динамичные картинки перемежаются кадрами Он показывает нам, как изготавливается документальное кино Как наша повседневная действительность становится частью фильма И фильм окажется более реальным, чем то, в чем мы живем Потому что, да, он как раз Он проявляет те стороны жизни, на которые мы не обращали внимания никогда Которые ускальзывали всегда от нас Вот как мы переходим в эти пленки И пленки оказываются гораздо более реальными Жизнь как, действительно, можно как метафору жизни Эту раскручивающуюся пленку привести Пока мы не зафиксированы пленкой Мы не вполне живем Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, да, что вот эта старушка Ее бы никто никогда не увидел Если бы она не была зафиксирована в этом фильме Вертова То есть он сделал ее бессмертной Все эти люди, они бессмертны теперь Благодаря Киноглазу Ну ладно Да, и герой, главный герой Главный посредник, так сказать Хорошо Это Дига Вертов и его концепция Киноглаза Что у нас со временем? Со временем совсем уже плохо, да? Уже без 15 и 10 А у меня впереди еще Платонов, о котором я вообще ни слова не сказал Ну что, к сожалению, видимо, Платонову сегодня не повезло Придется остановиться на Вертове и подводить уже итоги нашей очень длинной встречи К 20-м годам, то есть извините, к 30-м годам авангардное движение, авангардная философия, которая реализовывалась в этих работах, в этих концепциях, она начинает идти на спад То есть это уже эпоха реакции Можно долго пытаться выявить причины и истоки этой реакции Что, собственно, привело к такому резкому закручиванию гаек Ну понятно, что страна уже устала от этого бардака, от этой неустроенности Но как бы непонятно, почему из вольницы 20-х годов, из вот этих, из этой зоны экспериментов Вдруг государство скакнуло в зону какого-то глобального террора Как из действительно очень свободного пространства оно перешло в пространство абсолютной диктатуры Уже не просто большевиков, а, собственно, партийные верхушки во главе с Иосифом Виссарионовичем То есть можно, конечно, обвинять в этом Сталина Можно пытаться задаваться вопросами о коллективной ответственности Попытаться спросить о том, насколько мы сами виноваты в том, что мы, как часть этой страны Наши предки, виноваты в том, что эта ситуация была так повёрнута Но это не совсем продуктивно, на мой взгляд Здесь надо просто дать слово истории Что происходило? Действительно, к середине 30-х годов все эти авангардные эксперименты постепенно стали сворачиваться Многие, собственно, из персонажей, которых я уже упомянул, пострадали от репрессий Вы знаете, что Севолод Мерхольд, он был расстрелян в феврале 40-го года Ну, Маяковский, о котором я не упоминал сегодня Он в 30-м году покончил жизнь самоубийством Хотя, опять же, там странные истории Некоторые сомневаются, что это было самоубийство Хармс тоже, которого я, к сожалению, не упомянул Он фактически был заморен голодом в психиатрической клинике в Петербурге Ну и, в общем-то, даже такие более-менее обласканные советской властью люди, как Платонов и Эйзенштейн Их судьбу тоже нельзя назвать прям-таки радужной То есть, у них очень была судьба трагичная И войну оба... Нет, Платонов пережил войну, он умер в 48-м году А Эйзенштейн не пережил, в 44-м он умер То есть, вот это очень мощное напряжение В котором они постоянно пребывали Которое утребовало их подход к творчеству Он, конечно, износил очень сильно их тела И, конечно, противостояние бесконечное с вот этими реактивными силами тоже Значит, в 27-м году основывается философская секция Коммунистической Академии Которая в 28-м году превращается в Коммунистическую Академию И в дальнейшем в Институт научной философии Оронион Возглавляется первый директор этой организации Это Абрам Моисеевич Деборин Это, я его сейчас покажу напоследок Его фотографию Два слова о нём скажу и будем заканчивать Это, собственно, официальная Представитель официальной советской философии Это марксист гегельянского толка Который упирал в своих исследованиях на диалектическую логику Который был против механистических прочтений Маркса И какое-то время он господствовал всецело в советской философии Затукая рот мгновенно всем Кто как-либо иначе трактовал Маркса, нежели вот он В дальнейшем пришли другие активисты Вытеснили самого Деборина Если Деборин был хоть немножечко образованным человеком Не сильно, но образованным То есть, в общем-то, у них даже и фундаментального философского образования-то не было Они даже Гегеля, в общем-то, не читали Там на долгие годы воцарилась абсолютная маркобесия в философии Но, к сожалению, вот с фигурой Деборина ассоциируется, лично у меня, эта самая философская реакция То есть, авангард был перечеркнут вот этой Деборинской школой Они все были разогнаны И всякое желание как-то осмысливать действительность вот в этом новом авангардном ключе Она в дальнейшем наталкивалась на железобетонную позицию партии Есть единственное толкование Вот классическое, ортодоксальное толкование марксистской традиции И с ним не стоит спорить И его не нужно пересматривать Его нужно только развивать в том же самом ключе Соответственно, на этом философия авангарда и закончилась Она еще развивалась в конкретных проектах Того же самого Эйзенштейна, того же самого Платонова Хотя Платонов после середины 20-х годов Ну, в общем-то, после, вернее, извините После начала 30-х годов Он уже, в общем, от авангарда отходит К сожалению, вот не хватило у меня времени поговорить о Платонове Плохо рассчитал все это Это, конечно, очень важный персонаж для нашего курса Возможно, я все-таки несколько слов о нем скажу на следующей лекции Тем более, что мы будем говорить о филологах в следующий раз О формалистах, формальной школе Чуть-чуть, конечно, затронем и наших футуристов Но совсем по касательной В основном, конечно, в первую очередь у меня будет В центре внимания наши семиотики И наши структурные лингвисты И Капсон, и все, кто делал настоящую философию языка в России Все-таки филологи будут постольку-поскольку Но Платонова, раз я уж сегодня не успел с ним разобраться Я его тоже включу Может, не так обширно, как хотел Но упомяну обязательно А сегодняшнюю встречу я не очень радостной ночью хочу закончить Да, философия авангарда Вот на Доборинской школе закончилась Начался такой махровый официоз Который продолжался вплоть до 50-х годов Даже вот второй половине 50-х годов До философского оттепеля О которой мы будем говорить уже ближе ко второй половине курса Вот, я думаю, на этом я закончу Если у вас есть какие-то вопросы Потому что вопросов в течение я не слышал никаких практически То я готов на них ответить То есть, а какая была все-таки связь между философией авангарда и коммунистической идеей? Ну, самая прямая Вот, жалко я Платонова все-таки не смог Там она особенно хорошо показана Там показано, что изначально коммунизм Действительно авангардная философия Предполагающая полное преобразование общества на коммунистических началах И она не терпит никакой реакции По своей сути То есть, как бы То, что сделали с марксистской философией Вот те же самые де Боринцы Это не просто неправильное прочтение Маркса Это антимаркс фактически Потому что Маркс в том виде, в котором его воспринял тот же Платонов И многие другие представители авангардной традиции Это школа постоянной критики обновления Главное в Марксе – это критика И больше ничего То есть, это критика современного положения вещей Критика современного человека Критика предыдущих моделей истории и прочее Маркс – это машина обновления для них Поэтому воспринимать Маркса как священное писание Цитировать его дословно И постоянно воспроизводить в качестве чего-то уже законченного Это просто противоречит духу самого Маркса Потому что сам Маркс никогда бы не стал себя цитировать, условно говоря Он был против вообще такого постоянного цитирования То есть, до Деборина это был настоящий марксизм? До Деборина это были бесконечные эксперименты В поиске правильного прочтения Маркса Я бы так вот сказал Потому что сам Ленин, он уже был не совсем марксистом Он был совсем не марксистом, я бы сказал Да, конечно, Ленин был не марксистом фактически уже Но только у Ленина была в руках власть А у этих ребят не было ее И их эксперименты как бы закончились То есть, когда они столкнулись с реальной властью И ленинские эксперименты тоже закончились В общем-то, когда он столкнулся с прагматикой Политической реальности советской Вот еще один вопрос Можно, если почитать о реформах кульчевиков Которые были там, ну сразу в 18-18 То складывается впечатление, что они как бы Руководствуют стойкой на зло царизму То есть, что бы там ни делалось Это посмотри на царизм и сделай наоборот То есть, их как бы идея, насколько я понимаю Была в том, чтобы показать людям, что вот Царизм это одно, это там уходящее прошлое А мы вот в новую власть, мы пришли Мы, значит, хотим сделать что-то совершенно новое И вот авангард в этом смысле хорошо... Писывается Да, они были изначально авангардной партией Вот отсюда возникает вопрос Они, большевики, они сами изначально были авангардистами И они, ну, можно сказать, были искренны В своем авангардистском стремлении Или же наоборот Они просто искали какую-то идею Какое-то обоснование антицаризма, если так можно сказать И вот тут подвернулся авангардизм И они авангардисты, если они этим воспользовались Ну, очень сложно, конечно, говорить за них сами Кто из них был пламенным революционером Кто скорее искал возможности власть Собственно, больше власти добыть Или просто ее добыть Мне кажется, нет одного ответа на этот вопрос Есть разные русские революционеры Для которых этот проект по-разному оценивали Они по-разному оценивали Вот, судя по всему, Троцкий был как раз Представителем авангардной традиции этой самой И он так оставался им, в общем, чуть ли не до Мексики оставался Скорее всего И, соответственно, поэтому он в конфликт вошел С костяком партии Потому что он продолжал нести это авангардное мышление Когда они уже от него отказались Видимо, для многих в партии Авангардизм был всего лишь средством преобразования действительности И они использовали машину авангарда Чтобы сломать царизм Хребет царизма перебить А потом начать строить свое собственное образование Вполне себе империалистическое И то, что они изначально противопоставляли себя Мировому империализму и царскому империализму В этом есть еще скрытая ирония Потому что в дальнейшем, уже в 30-е годы Они стали выстраивать альтернативную империю Коммунистическую империю Но логика осталась та же самая Имперская И об этом говорил тот же самый Троцкий Изгнанный из их кругов Он говорил, что большевики сейчас в Советском Союзе Строят государство, которое можно назвать капиталистическим Но только это государственный капитализм То есть фактически они строят новую империю Но только под авангардными лозунгами Поэтому там все, видимо, было неоднородно Ну уж тем более, там такие персонажи, как какой-нибудь Кропоткин Который вообще всегда был авангардистом До самой смерти А Ленин, видимо... Про Ленина сложно что-то сказать Может быть, по молодости он был пламенным, искренним авангардистом Но когда он увидел реальные возможности Он явно был очень честолюбимым, очень властным человеком То он отказался на определенном этапе Часто прагматически от своих каких-то вот Ранних юношеских убеждений И было много, разумеется, людей Которые просто воспользовались банально этой машиной Просто чтобы добыть власти Еще какие-нибудь вопросы есть? Получается, анархическое движение было полностью авангардным Ну, все это... Мне бы хотелось так думать Но мне... Если они тоже были как мечтатели, тоже верили в светлое будущее Ну, они не делали... Единственное, в чем может быть отличие... Единственное, в чем отличие Все-таки, вот, сугубо такого анархического подхода от авангардистов Они все-таки вот на машинный мир так не ставили Они все-таки отсылали к традиционной культуре Они говорили о том, что нужно воссоздать вот эту там общину первичную В которой нет отчуждения буржуазного общества В котором есть нормальные человеческие отношения И на этой общине и остановиться И мир должен представлять собой какой-то вот конгломерат общин На машину здесь ставки не было никогда И не было задачи там достичь бессмертия через машинизацию Коммунистическая ветвь и, ну, как бы, хорошо машина Но, наверное, это не самая главная часть То есть, в том же либерализме, ну, с мертвящим зрением там же тоже ведь Есть вот эта машинная, как бы, идея Ну, то есть, государство к машине, например Есть, но она не так акцентирована все-таки В либерализме речь идет скорее о технологиях И здесь есть тонкие различия Потому что, ну, как бы, о технологиях и техниках Вот для либерализма характерны эти термины Техники и технологии Техники тела Техники производства Техники мыслей и прочее, и прочее Для них техники – это все-таки что-то вспомогательное Позволяющее человеку развиваться А у авангарда была претензия, как я уже сказал, метафизическая Они пытались переделать самого человека Они пытались, ну, сделать биороботов в нашем понимании Или чем-то похоже на трансгуманизм Ну, можно параллели провести, да С трансгуманизмом, ну, наверное, да Чем-то похоже Совсем, как бы, ставить разнокравенство Между авангардным и трансгуманистическим проектом Я бы не стал Они очень по-разному действуют Но вот желание обновить человека Сделать его вообще технологически другим У них их объединяет, да И речь идет, да, именно не о технологиях Не просто об освоении, развитии технологии Все-таки для либерализма технологии – это то, что делает жизнь человека более комфортной И более, ну, как бы, такой человеческой, свободной, что ли Это нечто вспомогательное Все равно, как бы, либерализм хранит верность гуманистическим принципам человека То есть гуманистическим представлениям о человеке То есть должно быть живое человеческое существо в первую очередь А авангард, он отказывается, в принципе, от старой концепции человека Он пытается переизобрести самого человека Найти новый вид человека И вывести его, фактически Это утопично, разумеется Мы сейчас прекрасно все понимаем Что это просто в том виде, в котором они это хотели Но это просто невозможно Они приняли, да Предприняли героические попытки И этот героизм нас восхищает сейчас Потому что, ну, как бы, это самое близкое к нам проявление какого-то подвижничества Ну, как сказать Ну, вот, вы знаете, когда верующие, опять же, в средние века изучали жития святых и их подвиги А некоторые даже этих святых, ну, просто наблюдали их подвиги Да, когда человек идет на смерть ради своей веры Необычайные мучения претерпевает Это восхищало, потому что они были свидетелями истинной веры Вот, когда мы сейчас смотрим на творения представителя авангардного искусства Что-то подобное проскальзывает То есть, в их творчестве человеческий дух достиг каких-то необычайных Необычайной степени напряженности, полноты После этого всегда было как-то, ну, немножечко, ну, не очень Не дотягивало Там, не знаю, французская концепция искусства ради искусства Ну, это уже такая вот буржуазная штука непонятная То есть, ну, вот художник здесь явно не перенапрягался, когда это делал Когда такое придумывал Да, то есть, после этого мы не видим такого подвига мысли Такого подвига, не знаю, человечности Я имею в виду человечности в пересмыслении своего человеческого и так далее А они нам дают этот опыт Благодаря этому мы понимаем, что это утопично Что это невозможно постоянно длить Но нам хочется снова и снова к этому обращаться И нас очень завораживают любые моменты Любые попытки здесь и сейчас оживить авангард Любые эксперименты современных авангардистов Они абсолютно бессмысленные с точки зрения обывателя Но они дают нам доступ к чему-то, что мы не видим в нашей повседневной жизни И не можем по пределению видеть Какому-то вот разрыву, остановке времени, взрыву временному Таким вещам И этим они очень ценные Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!